Первый, вы сказали, что если применять механизм ТОСЭР, срок покупаемости снижается с 14 до 6 месяцев. А вот вы можете сказать, где основные такие ключевые моменты, в чем экономия идет, за счет чего так сильно снижается? Ну, во-первых, конечно, это арендные ставки. То есть то, что мы рассматривали предложение Гипмастер, да, это, естественно, очень выгодное предложение. Разница по аренде, например, в Казани это метр 500 рублей, а то, что предлагает Гипмастер, это 100 с небольшим рублей. Причем там логически построены все процессы по доставке, то есть транспортная логистика построена таким образом, что приезжает машина на КПП и внутренняя логистика уже доставляет непосредственно в цех. То есть выгораживается любое место, любой площади в большом пространстве с подведенными коммуникациями и по принципу пустой зоны. То есть тебе дается пустое помещение, где ты сам располагаешь, планируешь пространство под свои нужды. То есть это очень удобно именно с точки зрения планирования производства процесса. Получается, это эффект Гипмастера. В Гипмастера же может зайти не только резидент СССР, а вот налоговые преимущества. Там рассчитывали тоже. Да, там, естественно, экономия по налогам. И если использовать возможности льготного кредитования, то есть если человек будет использовать все предложения Гипмастера, у них тоже там есть какие-то перечни вот их входных требований, да, но я думаю, там это все, ну, если получается, и в рамках ТССР это все проходить на уровне администрации, я думаю, с Гипмастером это все решаемый вопрос. Так, на второй вопрос, не знаю, может вы сочет его провокационным, а почему не сами? Просто у нас на данный момент свое производство, оно как раз построено по большому объему, а мы сейчас хотим запустить проект именно малых производств на места. То есть нам сейчас интересно рассматривать новые технологии, рассматривать новые образцы, новые виды и быстро к главной компании. То есть и спустить процессы производства на места, и чтобы было, в общем, чтобы производство было ближе к месту сбыта. Спасибо большое. Еще есть вопросы, коллеги? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Мы с вами продолжаем, и следующий доклад будет посвящен влиянию территории, приезжающей социально-экономическое развитие на конкретную стрельбу в республике Татарстан. Не секрет, что достаточно много высказывается опасений по поводу того, что резиденты ТСР могут убить местный бизнес и так далее. И по этому поводу хотелось бы, чтобы выступил кандидат наук, доцент Наберно-Чеминского филиала Катанского института, Стяшкин Иван Иванович. Иван Иванович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Татарстан – инструмент, который специален на том, как мы хотим ускорить на развитие экономики того или иного региона, как правило, региона, определенного диверсифрованной экономикой. Инструментами влечения резидентов являются новые конференции, конференции, связанные с досухом, облегченным элементом инфраструктуры. Следующий вопрос, пожалуйста. Настоящими резидентами ТСР МАП Челна являются 21 корректированный резидент. Следующий слайд. Дальше. Следующий. Спасибо. ТСР дает не только для той гибельной территории, такое, как диверсификация экономики, рабочие места, инвестиции, налоги, в том числе, в местный бюджет, повышение доступности к новым бизнес-идеям, к новым технологиям, к новым продуктам, но и создает опасности развития. Дело в том, что ТСР, согласно с этим законам, это процесс краткий, особенно в бизнесе, 10 лет, плюс 5 лет, а после этого ТСР возвращается в существование. Все преференции исчезают. Исчезновение преференции не только в будущем в России, но и опыт мировой показывает то, что после окончания преференциального периода бизнес уходит из зоны этой, оставляет вот так, если вы же на земле, густое пространство. Таких примеров множество. Мы знаем города-призраки в рафельных экономиках, вверх и трое в США. Есть примеры и современные, когда бизнес, положим, американский, уходит из Великобритании, чтобы использовать преференции СЭС-Вабуга принести полность производства к дремонтажам всего производства Великобритании, ибо это дает выгоду производства именно СЭС-Вабуга, ибо в России есть соответствующий потребитель. Следующая опасность это снижение самокуриспособности нерезидентов ТССР. Вот в тех 21-м президенте, которые есть, Пчелнах, есть организации, которые в принципе дублируют существующие организации. Ну, типичный пример, вот коллега съедет, Пчешмар, что разве Пчелнах нет производителей переработать сельхозпродукцией, Ну, вряд ли будет Пчелнеброгер. Резидент получил тушь. Почему другие резиденты тушь не получат? Что даст этот резидент после того, как превратится в период переференции? Конечно же выгода от такой преференциальное развитие предприятий конкурентов есть. Этот резидент получает возможность использовать потенциал преференциальный для внедрения в производство современных технологий, в зависимости современной продукции. И этот опыт конечно же потом традиционными производителями будет и в этом есть польза. То, что там говорили о фиге доступе на увидели. То есть традиционному производителю доступ усложнёт. Но в будущем соответственно это будет получено. Так, ну что еще? Еще аминосфер, который от репературе отражается в степочном говоря, связан с тем, что часто в ТСР и в других зонах зонах, которых в Торстане множество, там порядка ста промпарков в Торстане, две плодоэкономические зоны и сейчас пока четыре ТСР. часто президенты приходят на территории не готовые к их предложениям. Вот на прошлой нашей конференции говорили о том, что дальневосточные, ТСР сибирские, ТСР созданные даже не начнули действовать. Почему? Потому что ТСР остается в тех особо небольших настроенных пунктах, где нету соответственных консалов, берутся кадрового инфраструктурного и соответственно там заведомо невозможно и проблем подавать резиденты организовать сбыток. Никакая поддержка не позволит резидентам существующих в этих малых салютных пунктах создать современное производство и организовать сбыток. Поэтому одна из задач организаторов ТСР администрации территории в том, чтобы отбор резидентов такой, чтобы эти резиденты не создавая конкуренции местным производителям создавали дефицитовную экономику и эта экономика продолжала выжить Италия. Чтобы таких примеров уходят с территории резидентов нету. Таких примеров и в нашем месте много. У нас в России в Татарстане в частности создавались после открытия нашего рынка производства иностранных автомобилей. Первым из них было производство рейнджеров вело не в Шухринианге а в Менделеевске. Но пока преференции были производители рейнджеров преференции кончились предприятие умерло. Он создавал эти же рейнджеры доказывал гластиковую рубочку в Теренодольске мотор сухая но эти автомобили не были конкуренции манюшли нашего рынка. Вот по тем предприятиям которые есть в Челнах следует отметить что подбор президентов достаточно оптимальный в муке производства которые являются действительно конкурентами как расставания в России даже в Монголе и соответственно эти предприятия большей части я говорю идут к территории ТСР после окончания типичные примеры это мощное производство на территории бывшего завода для технического оборудования там и трубы там и арматуры то что востребовано труб большого диаметра востребован в России и соответственно останется здесь ну и даже вот те что предприятия которые я сказал связаны с переработкой цель подпродукции они тоже соответственно вклад внесут хотя показывает что конкуренция на этом рынке очень жесткая потому что это невыгодный бизнес и соответственно по окончанию преференции тяжело будет тем кто был в этом бизнесе остаться в бизнесе ну продвижение будет потому что качественная продукция в Италии соответственно оно оставляет развиваться и резидентах и нерезидентах и нерезидентах давайте еще один слайд пожалуйста о китайцам которые пришли на нашу территорию в том числе и агент челны у них планы битцозные вот последних российских на диспутках об этом говорят да планы которые строительства захватить рынок сбыта. И вход на территорию челнов это множество захват рынка сбыта. Потому что пока то, что они производят, это действительно использование технологии отверстия производства. Завод компонентов используют соответствующие. И здесь сборка. То есть рабочие места это обычная отверстия технология, сборка автополодельников. Эти холодильники, как и всех автополодельников, пускают в России, продавают в России. Они также зарубежные. И производство такое заперточное. Комплектующие. Да, у них есть планы о создании, есть производство изделий полига. Но эта выгода интересна. Потому что вести воздух тяжеловато. То, что они будут здесь создавать, возможно это будет иметь привязку российскую. и это экономическое выгодно. Работование их производства здесь и в будущем стиральных машин, электротехнических изделий конечно же это произведение нашего. Что-то от этого нас, производители, например, не получит. Но он получит доступ потребитель наших высокого качества на сельдешевой продукции. но насчет дешевизма тоже трудно говорить. Видите, вот это бредо хайер производит продукцию наиболее высокого качества. И ценовой уровень высокий. Но если будете использовать дешевизну сборки, если продажу в Трама СНГ какого не планируют, то при каждой одинаковых характеристых изделий вернулись в обошву. Но пока потребители для гереги делают, конечно же. Поэтому задачей организматоров ТСР является экономика и стабильности в истечении привязки производителей на этой территории. С тем, что по прикончанию соответственно льготы по ТСР производство оставалось. Оставалась территория экономика. Да, еще винасмек связанный с пользой территории ТСР. Он связан с тем, что территории получают от государства с субъекта и получают огромные бредные бригады. Это соответственно улучшает социальные фрактуры территории. Мы типичны вверх Шалмарк. Это новые дороги, не монтировались в 20-30 лет, от которых совсем получают выгоды в первую очередь и предприятие родообразующие получают эти выгоды и населения и соответственно это создает и выгоды для резидентов ТСР, получают развитую фоциальную трансфудру и соответственно получают выгодную рабочую силу. Так у меня все. Спасибо большое, Иван Иванович. Есть вопросы к вам? Иван Иванович, у вас какой-то пессимизм? Вступление? Что, 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 трое, трое? Это не смех. Это современное трое. Да, пусть будет со временем трое. Я другому. Во-первых, нам как никогда сейчас нужна конкурентная промышленность. То есть, есть КамАЗ, пусть будет второй замаз. Пусть будет. Есть там агросилы, как это будет другая вещь. Пусть будет третья. А что в этом? В этом народ выигрывает. А то, что уйдет, останется, сканьки, поверьте, у нас металломов не хватает. Как чирпичок любого здания продадут. Так что, я этому не поверю, только потому, что у нас нет безработицы. Тут выступали, что 0-3% безработицы. Но дайте ли безработицу сколько стоять на учебе? Если они умеют работать, или хотя бы хотят работать, я все построю на работу. Нет безработицы. А везде в мире опусте экономика требует, чтобы было там если не 8, в худшем случае все 4% безработицы. Если мы не создадим такую, где бы... Вы знаете, что много... Я сам тоже приезжаю немецким для работы. Потому что это завод тоже мы хотели. Подумали, Казани, нет, там получается, там без денег и больше. Подумали, в Толяпе, ой, там тоже денег хватает. Ульяновск, все иностранные компании, Сападели. Там вообще народ туда едет, напишите, ну, надо заработать. Куда? В Калугу ехать, там тоже не хватает, все москвичи приезжают. То есть, надо... В Калуге поменяется. Вы, наверное, заметили в фильмах, у американцев, картонные дома. Там, как же не было. Тонельные дома. То есть, там, веки прошел, и нет дома, нет деревни, нет города. Потому что они привыкли с банковской карточкой в кармане, с одним дипломатом, с тем, есть по разным городам и работают. Они ищут работы, им интересно, поэтому они работают. А не то, что они сидят дома и думают, Мер, будь добр, пожалуйста, открой нам заводы. Понимаете, как получается? А если какой-то завод закрывается, значит, это кому-то надо. Если, значит, это кому-то надо. Если не надо было, кто завод закрывал, кто разрешил бы. Это легче, в свое время, когда кризис был, думали, куда народ переселит. Но не переселили же. Решили же вопрос. Значит, если кому-то надо какой-то город разрушить или завод разрушить, они бы и так сделали. Это будет. Преференция будет, а преференция для того, чтобы создать конкурентную базу. основу в начале, первые два года. Через два года, я бы сказал, что не надо надеть на преференции. Надо работать, надо прибыльно работать и думать о том, как зарабатывать. Вот то, что видите. Первый тип человека. Не второй тип, а первый тип человека. Вот такие. Так что, я здесь с вами соглашусь, но думаю, что все равно, чем больше будет заводов, тем больше будет передовая молодежи, которая умеет работать. Представляете, вот, я извиняюсь о чем, я понимаю, все встали уже, хотя бы идти, тем более, конечно, работали в северные дни. Из ста выпускников из студии, один только говорит, что он знает английский язык. Представляете? как можно закончить школу, высшую учебную заведение, получить диплом и знать только татарский, плюс русский или, в худшем случае, один русский язык. неинтересно, английский язык или читательный какой-то для себя. Почему? Потому что нет заводов, которые ставят какие-то требования. Да, приходят, какая зарплатка и устраивают? 45 тысяч. Хорошо, английский язык знаешь, будешь логистикой личной работы. Нет. А за что, когда-то хочет деньги? Вот в чем. Это, чтобы формировать ту пролетаря, так скажем, по старым кавычках, нужен обязательный конкурентный завод, чтобы больше их было. А то, что разоряться, эту бояться не надо. Даже пусть КамАЗ станет. Светом, если пусть КамАЗ может это лучше дать. То же самое было Гулянска с УАЗом. Понять сейчас, получился Гулянска, кто 10 лет работал на УАЗе, их никто не берет на работу. Вообще не берет. Вы испорчены люди. Свет тоже самое с КамАЗом. По крайней мере, мы так не берем. Но все же, не бойцы, это будет не бойцы. Мы не боимся, но я думаю, что нужно так, чтобы она дала наибольшую выгоду от положений, капиталов, как государственного, так и частного. То, что вы говорите насчет перебивого учения, это тоже аспект интересный. Дело в том, что все западные компании на этом и построены. Они для того, чтобы ежегодно раз в два-три года меняют ровную продукцию, мы тоже в том, перестроили компании. и соответственно используют для этого для обучения молодой персонал. Потому что он денег не требует, он кусок многое обучиться. Но при этом, имейте в виду, при этом, персонал, который работал на этих предприятиях, он не выходит с третьей. Ему не выгоняют. В начале 90-х годов фиат, это концерт, который является государством, государством, итальянским это не такое в Италии, он лишил уволить несчастных 100 человек с предприятием. Так там фиат и общественность фиат итальянская восставали целый месяц. Но тех пор, пока получает вместе руководство фиатра, профсоюзы и государство итальянское не собрались и принят решение, что эти 100 человеку, у меня ему свято будут переорбучены и будут устроены. Вот это современный декий капитализм в деком западе. То есть это гарантированное нефляя то, что действительно развитие идет на молодежь, которая более приспособлена к этому быстрому изменению. Я честно говорил сейчас поклянется кровью, он не уйдет через 15 лет. А потом Илья Фаидович возьмет и тоже там же кровью подпишется и скажите, нам обещающую. это бизнес. есть нужно чтобы на территории от этого бизнеса осталось большая выгода. И чтобы местный бизнес более современный. Может быть они же перейдут в новый бизнес на территории. Но в территории выгодны. там есть все компоненты ресурсов. Почему церкова развивается слабо? Почему? Это все правильно. Потому что это слабо ресурс, которого там нету. Пока она не работала, туда ездили, как вы говорите, ездили комаровцы. А она работала, оттуда пошел стоп. Была проблема создания территории между Елабовым, Миндюреевым и Челнами создания специального поселка, самое города для СЭС обыкновения. Потом немножко клиник пошел, эта проблема немножко стала, ну, развитием кормодельцев. Тоже нет потенциала соответствующего, там есть. В этом считаются СЭС и развивается. Вы видели, там слайд был один, что Кабель Миндюстер с элистом Швейцарии 8 человек, 4 женщин, 7 мужика. Самая богатая страна в мире. Понимаете, потому что там президентская администрация не мешает народу работать. Это да. Я не говорю, что помогает, они просто не мешают. Понимаете, если какой-то, иногда может даже лучше снести какой-то завод, построить другую. Я читается, спрашиваю, почему? Обычно храм, храм, да, старый, им годятся, что вот у нас церковь, там, мечи, там, 15-го, это 15-го, это 15-го, это 15-го, это 15-го, это 15-го, а почему, читая, нет ни одной, которому больше 15-го, 15-го стиле не слухал, заканчивается этим, а зачем? Ну, сегодня он здесь нужен, а завтра смотрим, здесь в другом месте, делаем, в другом месте нового построить. Давай так и делать. Что? Сейчас, мы развиваемся, каждый раз подумаем, что-нибудь, новую, электронную, глаза, уху, ты там, уши какие-то, двигающиеся, вы, что-нибудь, потому что бояться этого тоже не надо, старые заводы станет, если надо, сделают так, чтобы город станет, его не будет, если кому-то это надо. Если надо, сделают так, чтобы наши предприятия ни одну штуку свои изделия не продавали здесь, если надо, это сделают, ничего страшного, это тоже? И мы никуда тоже не собираемся, это и у нас делается. Что бы не было, мы будем тут производить, и на всякую произведена в Кокорстане? Спасибо. Питерские также свои изделия делают столько заруберных компаний, но и наши компании приводят в Китай. Наше усиление все 20 лет лишним они вымирают. Это миссис собранность. Потому что действительно, немотря то, что это антисоциально, это невыгодно. Поэтому все мелкие уходят в процент города, города и так далее, и они выбирают. Потому что современный экономик позволяет кормиться не жилем на земле, корматывая городом. в Казахстане уже 30 лет назад было когда стояли с теми, как качество сдавались в дворежных компаниях. Действительно, там система качества это система, это и персонал. Потому что каждый из того, есть вреда, каждый делает то, что ему прописано в регламенте. Если он делает, значит, качество есть. Если он не делает, это неописано, и все его действия системы качества нет. У нас в начале нужно было.